При реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Беляевской убрали 12 остановок. Общественный транспорт ходит редко и отсутствие лавок для пенсионеров – настоящее испытание. А во время дождя и сильного ветра негде укрыться, отчего жители вынуждены мерзнуть. Раньше хоть скамейки были, а сейчас в данное время нет ничего, ни остановки, больше не буду строить до конца. Ну вообще будем терпеть, конечно. В администрации тоже много работает, девчата. Вот что. Хотели облагородить. Это было уже месяца три, как сделано. Все это, можно сказать, раскопали. До ума все это не довели, но сейчас погодные условия будут меняться. Сейчас вот пожилые люди, которые с бадиками, как они будут заходить, выходить, пройти, ничего не сделано, не облагородили ничего. Это просто, знаете, вот это на посмешие сделали и все. Наступает осень, холода сейчас будут. Ну как мы будем стоять, это полтора часа ждать. Остановки демонтировали на время обустройства заездных карманов. Работы планировали завершить к началу сентября. Однако сроки сдвинули. В мэрии нам сообщили, что к первому ноября объект будет сдан, а уже после вернут остановочные павильоны. Кто виноват? Конечно, те структурные подразделения в администрации, которые изначально планировали данные работы. Потому что как можно было так спланировать, что неправильно посчитать объемы. В итоге они исключили тротуары и остановочные павильоны из основного контракта. И только сейчас они их отыгрывают. Люди правильно задают вопрос, почему мы должны страдать за чье-то разгильдяйство. Терпеть неудобства из-за ремонта улиц приходится не только жителям Южного. Ранее губернатор просил оренбуржцев отнестись к ситуации с пониманием. И отмечал, что дорожных работ такого масштаба в областном центре еще никогда не было.